Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Биржевой помощник» в студии Полина Алексеева. Одних людей Форекс пугает, других наоборот затягивает и этим пугает непосвященных еще больше. Но что же такое на самом деле Форекс? Давайте сегодня утвердим некоторые истины и разрушим мифы. И беседуем мы с людьми, которые знают о работе на этом международном валютном рынке не понаслышке. Рада приветствовать гостей из студии Евгения Усанова, регионального директора компании «Фибагрупп» и Евгения Слесарева, инвестиционного консультанта «Фибагрупп». Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день. Евгений, одни считают, что Форекс – это большая финансовая пирамида, другие считают, что это что-то наподобие казино. Но третьим вообще кажется, что на Форекс делают деньги из воздуха. Так какое из этих утверждений истина? И можно ли вообще сказать, что истина? Все эти утверждения не являются истиной. Форекс – это сокращенное название рынка по обмену валют. Полное название – Foreign Exchange. Рынок, на котором меняют деньги вот уже более 40 лет, не может быть пирамидой. Не может быть этот рынок и казино, потому что он подчиняется строгим экономическим и техническим законам. А значит, его можно и нужно изучать и зарабатывать. Что касается последнего утверждения, деньги делают из воздуха. А в данном случае это деньги на росте экономики отдельной страны. Существует такое мнение, что для того, чтобы торговать на Форекс, необходимы огромные суммы денег. Это правда? Это частое заблуждение, которое мы встречаем у новичков. Появилось это заблуждение в связи с тем, что один торговый контракт на рынке Форекс действительно большой и составляет 100 тысяч долларов. Но брокер всегда заинтересован в большом количестве клиентов и поэтому создает различные программы, которые помогают выйти на рынок людям с относительно небольшими деньгами. Одна из таких программ – это кредитное плечо. Используя эту программу, человек может управлять суммами в 100, а иногда и в 400 раз большими, чем у него фактически есть. Более того, брокеры помогают людям обрести уверенность и набраться опыта в торговле абсолютно без вложений. Например, сейчас наша компания проводит конкурс трейдеров в Казахстане и Тиргизии на демонстрационных счетах. Подробные условия конкурса можно узнать, позвонив по телефону, который видите на своих экранах. Также я слышала такое мнение, что для работы на Форекс необходима не более чем простая удача. Действительно ли достаточно только счастливого случая, чтобы стать успешным трейдером? Ну, вы знаете, я тоже действительно сталкивался с таким заблуждением. Говорят, что вот кому-то везет, и он поэтому хорошо зарабатывает, успешно работает на этом рынке. А вот я такой умный и красивый, мне не повезло. На самом деле это, ну, скорее всего, миф и отговорка тех людей, у которых что-то не получилось, что-то не состоялось в работе. Работа на финансовом рынке, какой бы мы ни взяли, Форекс как один из финансовых рынков – это в первую очередь работа. Еще раз подчеркну, работа, которая предполагает активное изучение этого рынка, изучение механизмов, по которому изменяется цена на этом рынке, изучение тех видов анализов, о которых мы с вами постоянно говорили в наших прошлых передачах. Это и фундаментальный анализ, который объясняет экономические, макроэкономические, микроэкономические, политические причины, которые влияют на ту или иную страну, а, соответственно, на ту или иную валюту. Изучение технического анализа, изучение истории изменения цен, да, как цена менялась в прошлом, и если мы это понимаем, то мы, соответственно, можем предположить, как это будет происходить и в будущем. Да, плюс какие-то математические модели. Это все, ну, если хотите, это наука. Наука, которая, может быть, кого-то пугает, но на самом деле она не такая сложная, она поддается изучению. И практика показывает, что люди, которые приходят к нам на вот наши обучающие курсы и семинары, в течение трех недель справляются с тем, о чем мы им рассказываем, и уже могут принимать простейшие решения и зарабатывать, работая на финансовом рынке. Причем, если мы говорим о количестве людей, да, то, в общем-то, достаточно большое количество людей успешно справляется с этим, и тут мы уже никоим образом не говорим, что вот этим повезло, а этим не повезло, потому что везет большей половине. То есть все-таки на одной только удаче далеко не уедешь, да, нужна какая-то база знаний. Безусловно. Хотя здесь можно вспомнить и все того же господина Сороса, который говорил, что без удачи на финансовом рынке работать нельзя. Но я думаю, что это относится к любой сфере деятельности. Где-то вам все равно должна сопутствовать удача, чем бы вы ни занимались, да, и тогда вы сможете выйти, стать каким-то экстраординарным биржевым торговцем или, я не знаю, корреспондентом или пекарем, да. Но это только малая часть. Основная часть все-таки приходится на работу, на изучение этого рынка. Вот вы упомянули Джорджа Сороса, в том числе всем известно имя Уоррена Баффета. Можно еще вспомнить несколько известных инвесторов, трейдеров, которые добились действительно успеха. Но все-таки таких имен не так много. Почему про трейдеров иногда говорят, что они скорее напоминают волшебных единорогов? О них ходят легенды, но в действительности мало кто с ними сталкивался. Ну, здесь, с моей точки зрения, несколько причин. Во-первых, те люди, о которых мы говорим, и тот же господин Сорос и Уоррен Баффет, это люди, которые показали экстраординарные возможности этого рынка, да, они действительно стали из ряда вон богатыми, если хотите, такое выражение давайте используем, да. Они заработали очень много денег и поэтому стали известны. Основная масса успешных биржевых спекулянтов живет по принципу, что деньги любят тишину. Это, в общем-то, правильно, и они не ходят и не кричат на каждом углу, что я вот работаю на финансовом рынке, да, и смотрите, сколько я зарабатываю. Они просто сидят и выполняют свою работу, ежедневную, постоянную, и зарабатывают. И о таких людях, к сожалению, мало известно, потому что, ну, вот они не публичны в данном случае, да, это не актеры, это не какие-то публичные деятели политики, да. Вот, поэтому мы их и не знаем. Вполне возможно, что вы знаете этих людей, но не представляете, что именно они работают, зарабатывают и живут на финансовых рынках. Поэтому, ну, если кто-то из наших телезрителей станет вот таким же человеком, ну что же, мы будем только рады, и мы в этом будем стремиться вам помочь. Поэтому мы проводим различные наши курсы, обучающие семинары, куда с удовольствием я приглашаю всех наших телезрителей. Звоните по телефону, который видите на своих экранах, записывайтесь. Я с удовольствием на семинарах расскажу, как можно преуспеть на финансовых рынках. Ну хорошо. А как стать трейдером? Многие считают, что для этого необходимо экономическое или финансовое образование. Евгений, а вы как считаете? Вопрос образования достаточно часто поднимается людьми, которые обращаются к нам в компанию. Дело в том, что успешные биржевые инвесторы и спекулянты – это люди с широким кругозором. Но не обязательно с финансовым или экономическим образованием. К тому же наш обучающий курс создан таким образом, чтобы научить работать на рынке людей совсем далеких от мира финансов. У нас обучаются и успешно работают таксисты, медики, военные. Нужно только поставить перед собой цель и добиваться ее. А записаться на наш курс может любой желающий по телефону, который видит на своих экранах. А вот еще одно убеждение, что обучение стоит дорого и длится оно очень долго. Можете опровергнуть или наоборот подтвердить это? Дорого – это очень относительное понятие. К тому же к процессу обучения нужно относиться как к инвестиции. Ведь работа на рынке Форекс активно вошла в нашу жизнь. Курс деньги определяется спросом и предложением, точно так же, как курс евро или доллара. Поэтому сейчас жизненно необходимо знать, как работать на рынке Форекс. Что касается времени, то наш базовый курс рассчитан на три недели занятий по два часа в день. Я думаю, что такое время может выделить себе каждый. Ну и вдобавок я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас начался конкурс биржевых спекулянтов на демо-счетах. Конкурс пролдится до середины ноября. И принять участие в нем может любой желающий из Казахстана и Тиргизии. Это очень прекрасная возможность проявить себя абсолютно без всяких денежных затрат. Спасибо, Евгений. А вот скажите, правда ли, что торговля на Форекс – это страшный риск? Я могу сказать, что и вся наша жизнь – это достаточно рисковое явление. Но при этом, если мы с вами будем соблюдать определенные правила в жизни, то эти риски сводятся к минимуму. Если мы не будем гулять по ночам в опасных районах, если мы не будем выходить на дорогу в самый активный момент движения, то наш риск передвижения по улицам сводится к минимуму. То же самое происходит и на финансовых рынках. Если будем ставить take profit и stop loss в нужном месте? Да, вот вы уже понимаете, о чем идет речь. То есть если мы соблюдаем определенные программы, которые увеличивают нашу потенциальную прибыль и минимизируют те риски, которые мы осуществляем, то, безусловно, риск сводится к минимуму, еще раз подчеркиваю. Нельзя выходить на этот рынок, не понимая, как он работает и функционирует. Это тоже риск, когда человек приходит, не зная, как это работает, говорит, «А давайте-ка я что-нибудь куплю и что-нибудь продам». Вот это самый большой риск. А если человек понимает, как рынок работает, понимает те правила, на основании которых изменяется цена финансового актива, валюты, если мы говорим о валютном рынке Форекс, то он уже предпринимает какие-то плановые шаги. И вот тут следующий шаг, который снижает те возможные риски, которые может встретить человек. Это план, плановые действия, которые человек должен предпринимать на этом рынке. Он должен просчитать, что я буду делать, если произойдет вот это событие, произойдет такое событие, произойдет такое событие. В том числе и выставлять специальные приказы, о которых вы сказали. Просчитывая свою собственную биржевую сделку, человек говорит, что если цена пойдет так, как я планирую, то вот сюда я поставлю приказ, который закроет мою прибыль. Он называется take profit, как вы верно заметили. Если вдруг на рынке произойдет нечто сверхординарное, чего я никак не мог предположить, и цена будет падать против меня, я вот сюда поставлю другой приказ, который максимально снизит мои возможные убытки. И такой приказ называется stop loss. Выставил такие приказы, и в общем-то риск ты свел к нулю. А при условии, что все-таки мы ведем плановые действия, и вероятность благоприятного события у нас всегда больше, то мы смотрим на череду во времени растянутой и понимаем, что никаких рисков-то особо и нет. Это плановое естественное движение. А возможно ли, играя по этим правилам, получать регулярный и стабильный заработок на Форекс? Ну, позвольте, я немножко вас поправлю. Вот у вас прозвучало слово «играя». А вот играть на рынке можно, конечно, тоже. И тогда это сводится как раз к игре, когда мы не знаем конечного результата. Если вы послушаете, почитаете всех биржевых спекулянтов, инвесторов, которые на этом рынке работают, они никогда не используют это слово. Они используют слово «работаю», «торгую», «принимаю решения». Но слово «игра» никогда не проходит в их речи. Ну и, собственно говоря, стабильность. Если мы говорим о работе, то работа предполагает уже какой-то стабильный результат. Да, безусловно, мы не можем сказать, что вот именно сегодня у меня будет стабильная прибыль. Она будет в течение недели, в течение квартала, в течение месяца. В зависимости от того, как я выстраиваю свою торговую стратегию. Будут ошибки. Все мы люди, и мы склонны ошибаться. Но ведь в любой работе ошибки существуют. Главное — уметь их преодолевать, исправлять и идти дальше. И тогда, выбирая какой-то отчетный период, человек понимает, что да, у него действительно стабильный, постоянный результат. И если вы, опять же, посмотрите на то, о чем говорят профессионалы, они говорят, что с рынка можно получать стабильно вот такой вот доход. У каждого профессионала он свой. Кто-то говорит, что с рынка можно получать 30% в год. Кто-то говорит, что можно получать до 10% в месяц. Это уже особенности торговой стратегии, но речь идет о какой-то ожидаемой стабильности. Поэтому ответ на ваш вопрос — да, можно и нужно к этому стремиться.